Взгляд у защитников русских в Эстонии могли украсть голоса Л. У защитников русских в Эстонии могли украсть голоса 2 марта 2015 года, 20.33 фото Facebook.com slash yana.tum Текст, Юрий Зайнышев Результаты электронного и обычного голосования на выборах в парламент Эстонии почему-то отличаются в разы, причем в пользу правящих кругов Как заявила газета «Взгляд центрист» Яна Таом, с электронными выборами произошло что-то не то В итоге, вопреки прогнозам социологов, выступающие против антироссийских санкций центристы заняли не первое, а второе место Президент эстонского государства Таомас Хендрик Эльвес поздравил в понедельник Тавир Иваса, чья партия реформ выиграла воскресные выборы Эльвес начал переговоры о формировании правительства и за годи напутствовал еще не созданный кабинет словами о том, что одинаково важны как улучшение благосостояния людей, так и поддержание безопасности Эстонии Кроме того, он призвал к улучшению политической культуры Как писала газета «Взгляд», реформисты набрали 27,7% голосов, что соответствует 30 из 101 мандатам в парламенте На второе место вышла оппозиционная центристская партия, 24,8%, 27 мандатов На третьем месте также входящая в нынешнюю правящую коалицию социал-демократическая партия За ними следует Союз Отечества и Республика, Свободная партия и Консервативная народная партия К слову, две последние партии, новички в парламенте, они словут националистическими Не пригодилось-то, Авер Ивас повторил, что не допустит к власти партию центристов У нас разные взгляды на ценности и вопросы безопасности, которые непреодолимы Это касается и ряда экономических вопросов, минус заявил он и призвал создать проэстонское правительство Напомним, в канун выборов многие социологи предрекали первое место именно центристам, руководит которыми мэр Таллина, экс-премьер Эдгар Сависар Эта партия защищает интересы русскоязычного меньшинства, и конкуренты считают ее промосковской В прошлом году Сависар, к примеру, назвал референдум в Крыму о присоединении к России достаточно легитимным, а его результат – необратимым Соцопросы предрекали партии 25% голосов, что, кстати, и сбылось, однако занять ей удалось лишь второе место Такой предвыборный рейтинг был очень опасен, он позволяет противникам консолидироваться против общего врага, минус объясняет теперь в интервью газете Взгляд одна из лидеров-центристов, депутат Европарламента Яна Таом, а мы традиционно – общий враг на поле эстонской политики, потому что только ленивый не попрекает нас тем, что мы рука Кремля Тот факт, что в парламент избрано всего 10 русскоязычных кандидатов, хотя русская доля среди граждан достигает 25%, ничуть не удивляет главу Международного комитета в действующем парламенте – социал-демократа Майка Миккессона Это означает, что русские голосуют не только за русских, а где-то и эстонцы голосуют за русских кандидатов Думаю, это процент очень хороший, минус считает депутат Социал-демократ также надеется, что его партию снова пригласят в правительство Вероятность, что наша партия пройдет в коалицию, есть Но посмотрим Решать будет в первую очередь победитель, минус сказал он газете «Взгляд» Результатом своей партии мы недовольны Мы ожидали большего Была надежда на 17-19 мест, а теперь – 14 Свои выводы мы сделаем Тем временем русофобские круги в понедельник не стеснялись в выражениях Директор Центра по правам человека Талинской школы права при Столичном университете Евген Цебуленко назвал избирателей Сависара пособниками оккупантов и представителями пятой колонны Учитывая, что ключевые политики Центристской партии открыто высказывались в поддержку агрессии Кремля на Украине, можно однозначно заявить, что избиратели центристов – это пособники российских оккупантов и представители пятой колонны Минус цитирует Цебуленко портал Балтии Правозащитник напомнил, что за центристов, судя по опросам, голосовали 76% русских и 14% эстонцев По версии Цебуленко, центристы предпочитают вести прокремлевскую пропаганду только по-русски, а их выступления по-эстонски – вполне безобидны, поэтому 14% эстонцев тоже отдали им свои голоса Теорией электронного заговора опять будет звучать антироссийская риторика Опять закупать вооружение, опять пугают, что Россия на нас нападет Опять нас толкают к войне, минус возмущается в интервью газете «Взгляд» председатель правления общественной организации «Ночной дозор» Сергей Чаулин Он не ждет от нового правительства ничего хорошего В целом же ход воскресного голосования Чаулин оценивает положительно Большой процент людей пришел на пункты «Все нормально, без эксцессов», – сказал он в интервью газете «Взгляд» А вот к электронному голосованию никакого доверия у Чаулина нет Любой хакер может взломать Тем более, у нас есть так называемые НАТОвские службы киберзащиты Даже разговора не может быть о том, что это безопасная форма защиты Вон даже сайт Пентагона взламывали, а тут взломать – вообще ерунда Тем более, что все контролируется штатами Накануне выборов о своем недоверии к электронной форме голосования газете «Взгляд» говорил и руководитель антифашистского комитета Эстонии, активист объединенной левой партии Андрей Зареньков Атмосфера выборов – некомфортная «Избирательная комиссия создана опять же при власти», – минус отмечал он «Нам все время говорят, не волнуйтесь Никогда еще такое огромное количество людей не голосовало предварительно, да еще и при помощи электронных устройств 33% Но электронное голосование контролировать никто не может, кроме тех людей, которые сидят на этих кнопках В принципе, очень высока вероятность манипулирования Яна Таом теперь тоже не скрывает подозрений по поводу итогов электронного голосования, поскольку его результаты в разы отличаются от результатов голосования бумажными бюллетенями, причем в пользу правящих партий Напомним, что в целом реформисты опередили центристов всего на 2% Я никогда не разделяла теории заговоров по поводу потасоток на электронных выборах Но в этот раз, посмотрев на результаты, я начинаю думать, что-то здесь не то По предварительным данным, у них там было 37%, а у нас – всего 7% Что-то странное Реформисты бравируют тем, что у них там чуть ли не 80% голосов И объясняют это тем, что якобы избиратель центристов не пользуется интернетом Это полная чушь Минус воскликнула Яна Таом Интернетом в Эстонии пользуются практически все поголовно Это показывает любой социопрос Взятие нарвы итоги голосования в своем округе и доверума Яна Таом оценивает высоко Я прекрасно понимаю, в чем там дело Я исправна, упрямо голосую против санкций Не потому, что одобряю политику Владимира Путина А потому, что санкции – это такая накрутка напряженности Которая ни к чему не приводит и бьет по нашей экономике В частности, очень больно бьет по северо-востоку Эта тема для людей очень важна Раз они так голосуют в едином порыве У нас там 4 мандата из 6 Больше такого нигде нет Минус сказала депутат Европарламента Как отмечается на сайте эстонского национального телерадиовещания 55% минус – это хорошая явка для уезда Иодави-Румау Который включает в себя города Нарва и Кахтла-Ярви Где живет много русских Существует теория, что в нарвских семьях Где один из супругов гражданин А другой не имеет гражданства или гражданин России Гражданин страны не голосует из солидарности с близким человеком Не имеющим права голоса Поэтому, возможно, в Нарвии избирательная активность традиционно ниже Чем в других регионах Эстонии Минус отмечает компания Яна Таум набрала в своем округе 11 573 голоса Заняв таким образом третье место по Эстонии по числу голосов Безусловно, на ее результате отразилось и то Что она открыто выступает против санкций в отношении России Минус признает телерадиокомпания Таум предрекает, что за время правления Рываса жизни рядовых жителей Эстонии Ухудшится независимо от их национальности На самом деле социальные проблемы общие Отток молодежи продолжится То, что в Евросоюзе называют Свободой передвижения рабочей силы Для нас, это просто эмиграция Что касается русского населения То самое грустное, наша минимальная зарплата Она низкая и не растет, потому что есть большой контингент людей Пригодные для социального демпинга Образно говоря, всегда найдется русская женщина Которая готова работать за копейки Если не будет перезагрузки этой системы То перспективы очень мрачные Минус посетовала Яна Таум Но депутат Европарламента не теряет надежды С точки зрения математики в парламенте Возможно коалиция либо на основе партии реформистов Либо центристов Значит, сейчас в новом правительстве будет три партнера Включая этих националистов Но коалиция с участием новичков обычно долго не держится Новички не умеют играть по коалиционным правилам Собрать коалицию, которая проживет 4 года, нереально Значит, есть надежда, что к власти мы придем Если не сейчас, то через год или два Минус считает Таум Текст Юрий Зайнышев